Дагестанские спасатели ликвидируют последствия сильного ветра и проливных дождей в Махачкале. В правительстве Дагестана обсудили степень готовности республиканских школ к новому учебному году. Благотворительный фонд Инсан вновь провел акцию «Собери сирот в школу». Первый республиканский конкурс на лучшее чтение Корана среди незрячих прошел в мечети имени шейха Абрумхамида Афанди. Дагестанские спасатели ликвидируют последствия сильного ветра. Проводятся работы по расчистке дорог от поваленных деревьев. Также привлекаются силы от администрации города Махачкала, управления горзеленхоз и жилищно-коммунального хозяйства. Накануне в Махачкале аномальная жара сменилась сильным ветром и дождем. Никто из горожан не пострадал. Однако из-за стихии попадали старые деревья и столбы с электропроводами. К ликвидации последствий происшествия было привлечено 31 человек и 7 единиц техники. Сотрудники республиканского МЧС выезжали по разным адресам, чтобы оказать помощь людям, попавшим в непростые ситуации. Главное управление МЧС России по республике Дагестан просит вас соблюдать бдительность и осторожность при находении на улице, вблизи деревьев и линии электропередач. При усилении ветра стараться не выходить из домов и находиться на безопасных расстояниях. В случае возникновения нестандартных ситуаций, при необходимости оказания помощи вам, обращаться по телефону спасателя 67 32 42 или по телефону 101. В правительстве Дагестана под руководством заместителя председателя правительства республики Екатерины Толстиковой состоялось селекторное совещание по вопросу обеспечения подготовки образовательных организаций к новому учебному году. В режиме видеоконференц-связи руководители территориальных и федеральных органов исполнительной власти по республике Дагестан смогли обсудить с главами муниципальных районов и городских округов степень подготовки школ к новому учебному году. Представители Роспотребнадзора, МЧС и МВД озвучили замечания, которые вице-премьер поручила устранить в кратчайшие сроки. Кроме того, поручено взять процесс подготовки школ к новому учебному году под особый контроль. Ежедневно отслеживать ситуацию, лично посещая все объекты. В мероприятии приняли участие также полномочные представители главы Дагестана в территориальных округах республики и министр образования и науки Шахабас Шахов. В мечети имени шейха Абдулхамида Афанди прошел первый республиканский конкурс на лучшее чтение Корана среди незрячих людей памяти ученого-богослова Мухаммада Тахира Аль-Карахи. Организатором мероприятия выступил фонд озарения при поддержке Муфтиата Дагестана. Получить максимальное количество баллов было нелегко, так как оценивали конкурсантов лучшие преподаватели. Пообщался с участниками и инициаторами состязания наш корреспондент Абдул Алиев. «Быть может они не видят, но лучше остальных чувствуют сердцем». Их врожденный недуг отсутствия зрения не помешал им овладеть техникой чтения священного Корана. Каждый участник конкурса как живое доказательство того, что при огромном желании можно достичь практически всего. «Целью конкурса является приобщить максимальное количество людей, которые мы можем охватить к средине зрячих ребят, к Курану и к Исламу в целом. Всегда хотелось сделать что-то подобное в республике, и более того, мы пошли в этом намного дальше. У нас сейчас уже, в принципе, очень серьезные сдвиги наметились в открытии создания центра для лиц с ограниченными возможностями по изучению Корана. Опять же, благодаря мощной протекции муфтеи республики Дагестан». Конкурсантов в составе жюри оценивали лучшие преподаватели и знатоки Корана нашей республики. Проявить себя чтецы смогли в двух номинациях. Первое – знание Корана наизусть. Второе – самое красивое чтение. Система оценивания бальная. За знание Корана наизусть участнику начислялось 70 баллов. За соблюдение правил – 25 баллов. И за красивый голос – 5 баллов. Я хочу своим участием показать, что не все потеряно для тех, у кого зрение плохое, что у них не все потеряно, что они могут учить и заучивать Коран. «Если любовь есть, если стараться, то все получится». «Ну я уж первый раз участвую в конкурсе именно в Кавказе, но это в Дагестане, короче. Ну да, альхамдулилах, очень хорошо здесь я. Мне очень понравилось». Один из гостей мероприятия – чеченский журналист и председатель общественной организации «Победивший тьму» Рамзан Мустаев. Обучение незрячих чтению Корана – один из основных родов его деятельности. По его словам, учить слепых, конечно, намного тяжелее, чем остальных, но их стремление к знаниям намного выше. «Если незрячий, ему труднее, намного труднее, сотни даже сказать, тысячи раз. Потому что не видит, но он чувствует сердцем, чувствует руками своим, ощущает каждую букву, ощущает каждую огласовку и видит свои труды. Он побеждает эту тьму и с уверенностью, можно сказать, он победил свой недуг». Конкурсанты прибыли не только из районов и городов Дагестана, но и из соседних республик. Некоторые из них уже неоднократно участвовали в подобных конкурсах. Многих участников одолевало желание доказать, что отсутствие зрения для них не препятствие. «Одной из целей проведения этого конкурса у организаторов было сделать назидание всем, кто, обладая зрением, не стремится научиться чтению священного Корана. Действительно, участники этого конкурса заслуживают огромного уважения и являются примером в достижении цели, несмотря ни на какие трудности». С коротким обзором новостей вас ознакомит Курбан Рагимов. Контрафактные пакеты известных марок изъяты в Махачкале. Гуччи, Луис Виттон, Армани, Версачи, Роберто Кавали. Контрафактных пакетов с этими торговыми знаками более 35 тысяч. Согласно полученным заявлениям, они обладают признаками подделок. По данным фактам, в отношении получателя возбуждено 6 дел об административных правонарушениях за незаконное использование товарного знака. Органы рыбоохраны арестовали порядка 4 километров незаконных орудий лова из Каспийского моря. В Кировском районе Махачкалы было извлечено 120 браконьерских сетей общей длиной 3000 метров из водной среды. В то же время в Бабайуртовском районе на реке Терек были обнаружены 164 установленных сети общей длиной 940 метров. Дагестанский тэквандист стал серебряным призером международного турнира Russia Open. Балат Изудинов вышел на татаме весовой категории до 63 килограммов. Эта категория, где заявилось 33 спортсмена, стала одной из самых представительных на турнире. Изудинов в предварительной части соревнований превзошел трех оппонентов, включая земляка из Дагестана Руслана Алиева. Оступился капитан российской сборной лишь в финале, где ему противостоял серебряный призор чемпионата мира этого года Михаил Артамонов из Санкт-Петербурга. Воспитанники дагестанской школы дзюдо завоевали пять медалей всероссийских соревнований на кубок губернатора Самарской области. В мужской части кубка золотую медаль в копилку сборной Дагестана принес Хайбула Магомедов, выступающий в весовой категории до 100 килограммов. В категории 66 килограммов у мужчин победил Ислам Хаметов. В женской части турнира в весовой категории до 63 килограммов единственную медаль высшей пробы Санкт-Петербургу принесла Парис Уракатова. Подготовить все необходимое к школе – непростая задача для многодетных семей, для детей-инвалидов и ребят, оставшихся без попечения родителей. Зачастую без посторонней помощи им просто не обойтись. Благотворительный фонд «Инсан» вновь провел акцию «Собери сирот в школу». И уже этим сентябрем, благодаря поддержке фонда, открыть двери в мир знаний смогут 400 махачкалинских мальчиков и девочек. О доброте, ставшей традицией, расскажет моя коллега Ларьяна Шамхалаева. Тебе нравятся подарки? Да, очень нравятся. Ты теперь обещаешь хорошо учиться? Да. Каждый ребенок достоин всего самого лучшего, потому что со временем он отдаст миру столько, сколько мир вложил в него. С таким девизом здесь трудятся волонтеры. Благотворительный фонд «Инсан» провел в Махачкале ежегодную акцию «Собери сирот в школу». Благодаря неравнодушным гражданам нашей республики 400 ребятишек столицы обеспечены рюкзаками и необходимым набором канцелярских принадлежностей к началу нового учебного триместра. Здесь привезли хадис пророка, который гласит, что попечитель сирот и я, говорит пророк, и я вместе будем в раю. И как две эти пальца и показал, присоединил два пальца, показательный и большой палец. Вот так, иншаллах, каждый, кто помог, каждый, кто заботится о сиротах, иншаллах, они будут вместе с пророком в раю. Яркие ранцы со школьными тетрадями и карандашами для мальчишек и девчонок, конверты с денежными суммами на дополнительные нужды для опекунов и родителей. Фонд «Инсан» постарался, чтобы начало учебного года действительно стало праздником. По случаю акции в банкетном зале «Сальва» накрыли сладкие столы и украшением мероприятия стали воздушные шары и улыбки ребятишек. Слух присутствующих ласкали напевные нашиды. Фонд «Инсан» в лице каждого своего сотрудника безмерно благодарит всех, кто откликнулся и помог сиротам начать новый учебный год счастливых улыбок. Ларианна Шемхалаева, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ «Махачкала». Ну и в конце курс валюты на завтра. Доллар 59 рублей 92 копейки и евро 70 рублей 26 копеек. Я с вами прощаюсь, желаю вам хорошего настроения. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова